Никита каждое утро приезжает сюда на работу и каждый раз парковка автомобиля у дома номер 33 по улице Пуркаева превращается в фигурное вождение. Одна ошибка и придется раскошеливаться на новый бампер. Гололед ужасный, машину стаскивает, очень опасно. Боишься, что можешь задеть другую машину. И я не знаю, безответственность, я не знаю кого, властей, ЖЭКа или кого, я даже не могу представить, что это. Не просто приходится и жителям дома. По их словам, инвалиды и вовсе не решаются выходить во двор. А мы здоровые люди. Я утром выхожу, смотрю, и не знаю, мне пытаются идти налево, направо, прямо. Потому что даже я со своими нормальными ногами могу пройти вот этот вот виду, этот каток. Вот у себя проблема. По словам жителей, в их двор постоянно стекают воды неизвестного происхождения. Дворник Татьяна Ивановна борется с этой проблемой вот уже на протяжении 10 лет. Но недавно ситуацию усугубил еще и ручей с нечистотами. Татьяна Ивановна провела личное расследование и выяснила, откуда он берет свое начало. Я обратилась, попросила, чтобы мне знакомые спросили, посмотрели, что это такое. Они говорят, это канализация вот с кристалла. Я говорю, а вы как почистите? Они говорят, у нас договора нет с ними. Нет договора, значит, я говорю, ну люди чистят. Мужики, говорю, вы что смеетесь? Я иду, говорю, там, а там вонизма такая стоит, желтая, говорю, вода течет. В водоканале подтвердили, договор с кристаллом только в процессе заключения. Но при этом организация от помощи не отказывается. Причина же периодических зловонных утечек – засор канализации. Оттуда были вытащены бутылки, банки, тряпки. Эти проблемы как с самого начала открытия появились. Ну, конечно, пока он не функционировал, их было меньше. А сейчас, когда они уже вступили в фазу активной работы, то есть постоянно проведение мероприятий, они просто-напросто участились. Вот все. Руководство кристаллу, в свою очередь, обратилось в УКС города с просьбой выявить причины возникновения засоров. В настоящее время вода откачана, засоры ликвидированы. Обледенение дворовой территории устранено. Но местные жители намерены добиться того, чтобы эта ситуация никогда больше не повторилась. К тому же, ручьи во дворе появлялись и до строительства кристалла. Самое время, по мнению людей, вспомнить предвыборное обещание. Мэр обещал, что он займется благоустройством города и что он наведет порядок, в том числе и во дворах. Ну вот порядок в нашем дворе видно. Возможно, до него просто эта информация не доходит. Возможно, благодаря вам он увидит это и поможет навести порядок. Впервые за 10 лет в этом дворе перестанет бежать вода, падать люди, ломать руки и ноги. В администрации города посоветовали местным жителям написать заявление в ДГХ на имя начальника. Чтобы решить проблему раз и навсегда, надо выяснить причину ее возникновения. Этим и займутся специалисты после обращения жителей. Субтитры создавал DimaTorzok